Скандинавская ходьба – один из самых популярных видов спорта. Многие ошибочно думают, что она предназначена для людей пожилого возраста. Сегодня телеканал «Репортер» вышел на утреннюю зарядку со спортсменами, чтобы узнать все тонкости, а главное – плюсы данного вида спорта. Выполнение разминки перед тренировкой является важнейшей частью скандинавской ходьбы. Доктор медицинских наук Ольга Юшковская говорит, что хороший разогрев позволяет постепенно увеличить сердечный ритм, усилить кровообращение в мышцах, сухожилиях и связках, а также подготовить вас к тренировке с ментальной точки зрения. Независимо от того, собираетесь вы заниматься силовыми или кардиоупражнениями, разминаться перед тренировкой нужно обязательно. После хорошей разминки мы отправились по заданному маршруту в сторону собачьего пляжа. По дороге к финишной прямой Ольга Юшковская рассказала нам все тонкости популярной нынче дисциплины. Расскажите, пожалуйста, чем полезна скандинавская ходьба для органов человека? Ну, прежде всего, это сердечно-сосудистая система, локти. Локти не должны быть. Да, да. Зад больше палочки. Да. Значит, сердечно-сосудистая система. Работает так называемый мышечный насос. Мышцы ритмично сокращаются, расслабляются, проталкивают кровь к сердцу, снимают нагрузку в сердце. Дальше это обмен веществ, потому что работающие мышцы способствуют тому, что организм становится более чувствительным к инсулину. Это важно. Сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром. Дальше это дыхательная система. Дальше это опорно-двигательный аппарат. Даже если есть травмы нижних конечностей, травмы позвоночника. Мы часть нагрузки переносим на палки. В неделю мы в четверг вечером, а в воскресенье утром. Уже ходим целый год. Сейчас ровно год нашей группе. 1 декабря 2019 года. Мы провели первую тренировку. За это время мы посчитали. Мы прошли порядка 400 километров. Представляете, своими скандинавскими тропами. Я училась в скандинавской ходьбе у человека, который ее придумал. Это Марка Кантанева. Лениндарный финский лыжник, который создал ее в 1997 году. Записал ее правила, технику. Разработал специальные палки. Очень важна техника. Техника – это принципиальный момент. Почему? Потому что часто люди не работают руками и на палки опираются. Палки – это не опора. Палки – это то, что нам дает дополнительные усилия и дополнительные ускорения. Данный вид спорта, как скандинавская ходьба, насколько он популяризирован в Украине именно? Еще пока очень мало. А в Европе огромное количество людей. Потому что палки можно взять с собой в багажник. Они складные. Можно взять сумочку. И где угодно. В парке, на трассе здоровья, по стадиону, в лесу, на пляже. Вы можете заниматься любимым видом спорта. Достоинством скандинавской ходьбы является гибкая система тренировок. Можно регулировать нагрузку непосредственно во время занятия. Достаточно увеличить интенсивность толчка или длину шага. Скандинавская ходьба невозможна без правильно подобранных палок. Помните, что использование атрибутов, предназначенных для другого вида спорта, может негативно сказаться как на эффективности тренировки, так и на вашем здоровье. Участники, которые уже более года занимаются скандинавской ходьбой, поделились с нами своими впечатлениями и достижениями. Здесь я увидела несколько преимуществ. Во-первых, то, что занятие на свежем воздухе – это очень важно. Во-вторых, всегда есть разминка, которой нам не хватает. Плюс, я хочу сказать, знаете, вот когда я пришла, я поняла, какой правильный выбор я сделала. Потому что, вот как говорят, должно в жизни повезти, в какой семье родиться, на ком жениться. И еще хочу сказать, у кого учиться. С отличным тренером на свежем воздухе – это очень хорошо. Ушли головные боли, полная перезагрузка после работы. Вечерние тренировки после рабочего дня – это шикарно. Вроде как нет времени, тяжело. Ты приходишь сюда – воздух, позитивные эмоции, физическая нагрузка. Шикарно просто. Это главные факторы такие, да? Да, да, вот это то, чего нам не хватает. Положительные эмоции в нашей жизни, к сожалению, не очень много. Но тут зарядка на несколько дней. И как раз два раза в неделю от занятия до занятия. Поэтому очень рекомендую. Тем более сейчас, когда в стране вели карантин выходного дня, что еще делать? Вот выходные дни, а сейчас… Знаете, когда вот идешь сам, все равно не то. Вот хочется вдруг… Интерес был, честно, знаете, такой меркантильный – убить двух зайцев. Потому что целый день на работе. И как успеть и заниматься спортом, и дышать свежим воздухом, я решила – будет два в одном, давай попробую. Ну, чтобы вы понимали, все было не так легко. Я проходила пять минут и сидела на лавочке, отдыхала. Я говорила, что она не верила, что у меня получится, и что я останусь. Я за это время разбросила 15 килограмм. А во-вторых, я не представляю, чтобы я сделала без скандинавской ходьбы, например, во время карантина. По прибытию на собачий пляж – традиционное селфи с флагом небесных ласточек. Восполнение сил с прекрасным видом на море. У группы также есть свой символ. Это скандипес по кличке Бумер. Он сопровождает участников на протяжении всего маршрута. И тоже участвует в спортивной жизни коллектива. Расскажите про талисман нашей команды, такой дружной. Это наш большой друг Бумочка. Иди ко мне. Иди, хороший. Вот он такой славный. И у него тоже есть такой прекрасный жилет под свет на нашей команде. Он тоже ходит на четырех ногах, как и мы. Потому что скандинавская ходьба – это ходьба на четырех конечностях. Он честно проходит всю дистанцию. И он такой, знаете, дружный с нами, верный нам товарищ. Общая дистанция маршрута составила 8 километров. Ведь после собачьего пляжа мы продолжили ходьбу до места нашего отправления. Испытав все на себе, делюсь своими впечатлениями. Скандинавская ходьба при соблюдении всех правил – действительно нетравмоопасный вид спорта. То, что скандинавской ходьбой могут заниматься только люди пожилого возраста – это миф. Всем будет полезно. Это отличный способ перезагрузиться после рабочей недели в прекрасной компании и на свежем воздухе. Это один из менее затратных видов спорта. Для занятия ходьбой вам понадобятся лишь специальные палки и спортивная одежда. Скандинавскую ходьбу можно использовать для реабилитации после перенесенного ковида. С соблюдением всех рекомендаций врачей. Ольга, мы преодолели уже всю дистанцию, все вместе, такой прекрасной группой. Расскажите, вот что первое нужно сделать после преодоленной дистанции. Сейчас мы делаем, это не совсем правильный термин, но можно, заминку. Это специальное упражнение для того, чтобы растянуть мышцы, чтобы не было никаких последствий накопления молочной кислоты. Мы сейчас подышим, мы сейчас потянемся, а потом мы еще, девочки, что мы сделаем? Громко покричим для того, чтобы сбросить абсолютно все напряжение. Мы громко кричим, мы все вибрируем, так что не пугайтесь, все будет с нами. Будем вместе с вами кричать. Да, будем все кричать вместе с нами. До свидания! Телеканал «Репортер» рекомендует попробовать каждому скандинавскую ходьбу, как прекрасный вид спорта, который давно стал популярным в странах Европы и США. Также это отличный метод борьбы с недугом и различными заболеваниями. Будьте здоровы и помните, движение – это жизнь. Василий Базовлук, Анастасия Петрович, Константин Нищерет, Телеканал «Репортер».